добренького белмаш умер да здравствует белмаш сейчас все начну объяснять да помимо очевидного у меня новый фуговальный станочек взамен старого давненько искал повод и тут такое случилось малышу белмаш джей 150 730 и и так скажем немножечко поплохело признаки он подавал конечно же давно но я все время на это забил мне ну правда не буду же останавливаться с середине работы чтобы проверить что у него там загудел у меня здесь еще парочка дощечек на примерно четверть куба давайте доделаем потом разберемся потом мы конечно же забываем еще пара дощечек с полкуба давай прогоним через малыша гудит ты ничего страшного эту работу сделаем потом на какой-нибудь дощечки разберемся и вот на какой-то дощечки он не выдержал заклинил подшипник но он не то чтобы заклинил он скорее всего уже просто рассыпался, потому что звуки подает непомерный. На валу. А конкретно вот этот вот. Боюсь, цена ремонта в настоящий момент выйдет, ну, наверное, тысячи в полторы. Прям не знаю, что же делать. Станок абсолютно ремонтопригоден. Это все можно сделать прямо в домашних условиях. Легко разбирается, легко собирается. Ничего сложного в нем нет. И вот на самом деле за два года работы с этим станком я им безумно доволен. Вы не смотрите, что он маленький и в настоящий момент немножко кашляет. Через эту малютку прошло несколько кубов древесины твердых пород. Дубук, ясень, да все что угодно. Но основная проблема, которая всегда на нем откладывает отпечаток, это древесина фруктовых деревьев. Поскольку все заготовки делаются из бревен сырой древесины, да и кто бы с них еще поснимал кору, ничего страшного, малыш справится. Нам же немножечко префуговать, чтобы база была, потом на ленточной пеле распустим. Но вот в первый раз случился первый подшипник на турбину. Да, у этого станочка стоит внутренняя встроенная турбина и он замечательно выкидывает стружку вперед. В общем, это хорошее решение для маленькой мастерской, где нет абсолютно никакого места. Но для нечастых работ. Мне вот даже, знаете, что-то подсказывает инженер, который изобрел вот эту вот штуковину, прототип этого станка, не конкретно этот, не предполагал, что наш человек доски через него будет гонять кубами. Но мы немножко отвлеклись, во второй раз его также загубили фруктовые деревья. Но опять же, уже отмечал ранее, что эта поломка абсолютно ничего не значит. Станок полностью ремонтопригоден. Это мой первый станок, купленный в эту мастерскую. Да нет, наверное, даже по факту это первый купленный станок мною за свои собственные деньги, для своего собственного применения. И вот в чем ни разу не прогадал, так это Вали Хеликал. За два года я их ни разу не развернул. Точнее, один нож разворачивал, потому что там был небольшой скол, но потом вернул на место, поскольку на заготовке вообще никак не отображалось. Просто умные люди посоветовали, если разворачиваешь ножи, то разворачивай уже все, не надо крутить их по одному. Максимальная глубина съема этого игрушечного станочка составляет серьезные 3 мм. Здесь серьезные чугунные столы, чугунный параллельный упор, и это все было абсолютно ровно. Единственное, что при сборке параллельный упор там несколько неуклюже ставится, но я поматерился и забыл. Два года я его вообще не трогал, не перенастраивал. Угол как был выставлен, так он и держится. Ну и теперь главный вопрос. Если он такой хорошенький, просто замечательный, нафигашеньки мне нужен новый фуговальный станок. У данного устройства есть одна очень серьезная проблема. Маленькие столы. Не то чтобы по ширине. Съема 150 мм мне хватает более чем, поскольку заготовки все равно распускаются, они переклеиваются, то есть больше 150 как бы пока что не надо. А вот длина столов заставляет желать лучшего. Именно поэтому он у меня и стоит между двух верстаков. Так сказать, я пытался нивелировать то, что убил Маша как короткий. Ну в смысле подающий и принимающий стол короткий. Заготовки до полутора метров на этом устройстве обрабатываются вообще легко. Начинается цирк с конями, когда она длиной 2 метра и более. Даже с учетом моих столов, давайте на чистоту, они деревянные, здесь чугун, расширение и так далее, с учетом того, что еще подающий стол меняет свою высоту съема, начинаются проблемы. То есть выставить именно в идеал, но вообще никак не получается. Следовательно и заготовочка 2 метра начинает где-то как-то клевать. И получить идеально ровную базу на протяжении всех двух метров была проблема. Да, двухметровые заготовки конечно же идут нечисто, но опять же я все время искал повод. Мне нужен был повод обновиться. И тут бац, подшипник, на который я забил сам виноват, можно было поменять уже 10 раз, но опять же повод. И у меня появился братец постарше. Белмаш J150, то есть ширина съема не изменилась. Как была 150 миллиметров, так и осталась. 1170 ARH, то есть вал Helical конечно же сохранился. На самом деле я не вижу абсолютно никакого смысла покупать стригальный инструмент с прямыми ножами. Это я сейчас про фуги и рейсмусы. На самом деле я бы и на своем желтеньком с удовольствием заменил прямой вал на вал Helical, но он стоит как половина станка. Что же касается Белмаша, там наценка не такая уж и большая. J150 1170 с прямыми ножами стоит 75 тысяч рублей, с валом Helical 105 тысяч рублей. То есть 30 тысяч, но здесь целых 30 ножей взамен трех. Ресурс выше, съем чище, работа мягче. Прямо одни плюсы, можно еще даже развернуть целых три раза. Те же самые ножи не обязательно покупать запасные. Я специально поставил оба станочка рядышком для наглядного визуального сравнения. В настоящий момент малышок стоит в районе 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Вес порядка 30 килограмм, вес 106 килограмм. Причем данный станочек два года назад стоил 42 тысячи рублей, кажется. На самом деле, опять же, точно уже не помню. Цена на него, конечно же, выросла, но в современных реалиях прям не очень сильно. Нас интересует большая разница, стоит ли переплачивать 50 тысяч рублей за станок побольше. К очевидному, размеры столов мы вернемся несколько позднее. Теперь режущие ножи. Здесь стоит 14 ножей. У моей новиночки 30 ножей. И еще такой интересный момент. Данный станочек у Билмаша представлен, можно сказать, в двух вариациях. То есть 730 это самое начало. Следующая ступень эволюции 1170. Так вот, у меня на цельно-сварной тумбе есть на каркасной. Они вроде бы полностью идентичны по характеристикам, кроме параллельного упора. На тумбе он вроде бы как чуть-чуть побольше. Но опять же, это по описанию, визуально я их не видел. Цена отличается на 10 тысяч рублей. У тумбы есть несколько плюсов. Во-первых, она несколько покомпактнее, поскольку каркасные ножки торчат во все стороны. Во-вторых, полностью закрыта электрическая часть и закрыт приводной ремень. Ну и выглядит это попрезентабельнее. И это все аргументы, почему, собственно говоря, я переплатил целую десяточку. Но на самом-то деле, у меня же есть мой собственный промокод PROECT500, который дает скидку 10%. Кстати говоря, им можете воспользоваться и вы. Работает в официальном магазине Билмаш. То есть тумбочка мне вышла, можно сказать, бесплатно. Далее, возвращаемся к особенностям этого станка. У него регулируемый параллельный упор, его можно выдвигать. Есть функция выбора четверти. Ну и, само собой, параллельный упор можно наклонять под любой угол. 45-30 градусов. Все выставляется, все регулируется. Опять же, для меня это не имеет абсолютно никакого смысла. На фуговальном станке я подготавливаю исключительно базу. Ну и мне здесь нравится безопасность. Магнитный пускатель расположен, так скажем, намного удачнее, чем на старом станке. При любой нештатной ситуации можно хоть плечом, хоть головой, хоть локтем остановить эту штуку. Ну, режущий вал здесь крутится со скоростью 5000 оборотов в минуту. Он тяжелый и инерция у него большая. Кстати говоря, у малышка 7000 оборотов в минуту. Ну и теперь главное, это рабочие столы. Подающие 556 мм, принимающие 565. Здоровенный параллельный упор. Длиной в характеристиках, не помню. 890, высотою 130. У малышка 580, высотою 110. А рабочий стол, подающий 34,5, принимающий 35. Ну, теперь главная проблема. Возвращаемся, так сказать, именно к тому, с чего начали. Я же не просто так покупал вот этот вот маленький станочек. У меня очень сильно маленькая мастерская. И вот это устройство, можно сказать, создано именно для нее. Куда ставить большой, я еще не знаю. Однако из малышка вырос, мне его катастрофически не хватает. Поэтому придется что-то думать. Да, в данном видео мы, конечно же, пропустили все этапы распаковки, сборки, подготовки данного станка. Но я хочу отметить, что он невероятно хорошо настроен. Был прямо из коробки. Столы идеально сходятся между собой. Угол съема регулируется вообще отлично. Угол 90, но на самом деле я его немножко подрегулировал. Но это делается в одно касание. Чугунина вся идеально ровная. Хорошо отфрезерована, хорошо была смазана. На самом деле задолбался отмывать эту транспортировочную смазку. Параллельный упор также идеально ровный. Малышок, кстати говоря, с коробки также по чугуну у меня не вызывал абсолютно никаких претензий. Но вот только регулировка высоты съема здесь оставляет желать лучшего. По поводу настройки параллельного упора. Опять же, были кое-какие нюансы. Мы их преодолели и забыли на целых два года. На самом деле, если бы не этот станочек, такого огромного количества столярных проектов, наверное, и бы не случилось. Да, для тех, кто не знает, какие проекты, если ты все время только обзорчики снимаешь. Есть второй канал, называется Проект 500. Именно там и происходят все действия со станками и всем тем инструментом, которые я показываю. Но на самом деле, конечно, есть еще проходной инструмент, который я только показал и все, и больше его нету. Но большей частью работает. Так вот, у 730-го что столы, что параллельный упор были также идеально ровными. За два года абсолютно ничего не изменилось. От Белмаш у меня есть три устройства, от которых я безумно доволен. Это вот этот фуговальный станок. Это вытяжка-обзор, на который был не так давно. И это ленточная пила. Опять же, с коробки я провел минимальную настройку данного устройства. И уже год мы с ней работаем душа в душеньку. Отличная пила. Это WBS355. Данный формат пилы считаем минимальным для столярной мастерской. Все, что меньше, это мутарство, а не работа. Именно работать можно вот на таком размере. Да, ленточных пил у меня тоже было несколько. С учетом габаритов этой мастерской, приходится начинать вот с самого маленького. Осознавать, что это вообще никуда не годится и покупать что-то побольше. Если побольше зашло, то просто великолепно. А если нет, то еще побольше. Кстати говоря, с вытяжкой я экспериментировать не стал. Эта вытяжка-циклон, ее работой прям безумно доволен. Когда начнем развитие мастерской, она переедет за стеночку. Но в настоящий момент строительный сезон и мастерской заниматься практически некогда. Сюда накапливается оборудование, которое надо как-то расставлять. И вот знаете, что конкретно объединяет три последних станка, которые я показал? Это стоимость за 100 тысяч рублей. На самом деле, считаю, что меньше сотки, более-менее адекватный станок, за которым можно будет именно работать, не приобрести. Это специальная информация для тех, кто думает, что столярочка это дешево. Закинуть туда 300-500 тысяч миллион и будет все хорошо. Миллион это, наверное, даже не старт. Хотя, наверное, стоит сделать оговорочку, смотреть, чего вы хотите добиться от мастерской. Если цель сразу же космический заработок, то и вложения должны быть космические. Если это хоббиная мастерская, как в моем частном случае, то все вот эти вот вложения, они накапливаются годами на самом деле. То есть, это не сразу пришел в магазин и скупил все станки, которые мне только понравились. Надо, не надо, как-нибудь пригодится, мы его приспособим. Давайте сюда. Ручник Макиты, Деволт и Милвоки. Все, 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 покупаю все мое. На самом деле, я струбцины собираю уже три года. И за эти три года частично они выходят из строя, приходится обновляться. То есть, укомплектоваться даже струбцинами три года не могу. Хотя, опять же, давайте будем честны, и аппетиты растут именно во время еды. Думал, маленьких струбцин хватит, но какие-то заходят, какие-то вообще не заходят. И нужны постоянно новые. И что-то мы отвлеклись от фуговального станка. На самом деле, по новинке, но в принципе, кроме того, что он шикарно работает, пока что ничего сказать не могу. Не, я его включу, давайте послушаем, как он работает. А то все почему-то думают, что станок это шумно, станок это громко. Включаю. Все, он работает, можно спокойно разговаривать. На самом деле, в фуговальном станке как бы ничего такого шумного и нет. Частота оборотов 5000 оборотов в минуту. Опять же, здоровенный вал, большая инерция. А синхронный движочек, они очень тихие. А вот так вот крутится кукуруза. Останавливаем. Чпаник. Еще раз извиняюсь, немножко отвлекусь, но не могу не закинуть камень в огород некоторым комментаторам. Да, фуга, она, конечно же, тихая. При обработке древесины, опять же, она будет тихая, потому что там не вал с прямыми ножами. Но мне описали, вот эта вот установка у тебя стоит в мастерской. Она же шумит. Как ты можешь с ней работать? Ребят, но вы серьезно? Вот он стоит, рейсмусовый станок, к которому данный циклон подключен напрямую. Работать за рейсмусом без наушников просто невозможно. Вот она дисковая пила, она нереально шумная. То есть за всеми этими станками я вообще не слышу этой вытяжки. И вы думаете, ее звук может хоть как-то напрягать? Первые тестовые заготовки я, конечно же, уже прогнал через этот станок. Здесь у нас ясень и клен. Для тех, кому интересно, в конце видео сделаю нарезочку по сборке и первой обработке. Так сказать, под музычку без комментариев. Поскольку все комментарии я оставлю именно сейчас. Станок нереально крут. Ну, конечно же, в сравнении с тем малышом, который у меня был до этого. Фуговальных станков именно в моем пользовании, в постоянном и частом, было всего лишь один. И вот этот вот. И опять же, при своих габаритах за свою цену станочек крут. Итак, заготовка клена. Длиной 1,5 метра. Ее обработка не вызвала абсолютно никаких проблем. На 730 уже приходилось подстраиваться. То есть двухметровые на 1170 смогу прогонять точно без проблем. Чистота съема, мягкость съема. Опять же, чувствуется, что ножей стало примерно в два раза больше. Но 14,30. Единственное, что мне не нравится и то, к чему я привык на 730, это защита режущего вала. Она там на пружинке и сама возвращается на место. Здесь же нифигашеньки. То есть безопасность 730 несколько повыше. Я уже привык, что я только прогнал заготовку, режущий вал сразу же закрылся. Здесь нет. Нужно будет, так сказать, первое время поаккуратнее, пока привыкнул. Как бы при всей простоте данного инструмента и съеме 1-2 миллиметра считаю фугу одним из самых опасных станков в мастерской. На первом месте, наверное, все-таки циркулярная дисковая пила. Просто не стоит забывать, что эта штуковина легко кромсает дуб по пласти на всю свою ширину в 150 миллиметров. Ладошка, она, конечно же, будет несколько помягче. Так скажем, знаю несколько столяров или плотников, не знаю, как их правильно назвать, не со всеми фалангами на месте. И это все фуговальный станок, а не какой-то другой инструмент. Поэтому техника безопасности при работе за любым станком должна быть абсолютно безопасной. Даже если работаем долгие годы и знаем все особенности и нюансы какого бы то ни было устройства. Поверьте, всегда можно начудить. Не станок начудит, а именно вы. Забыли какой-нибудь рукав закатать, случайно пальчиком поддели заготовку вместо того, чтобы взять толкатель? Ну, зачем? Она же маленькая. Можно ли так? Хоп, и сократилось. Ладно, по недообзору на сегодня все. Именно конструктивный отзыв о новом станке я смогу оставить только по прошествии времени. В принципе, как вот о этом малыше. Периодически оставляю. В конце видео вас ждет обещанная нарезочка. У меня на этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok